Вместе с тем, и хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство, я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Я вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Президент против повышения пенсионного возраста из-за снижения нормативного рабочего стажа. Все эти инновации будут относиться только к будущим поколениям пенсионеров. Действующих пенсионеров это не касается никак. Нормативный стаж вы предлагаете 40 лет назад отсчитать, значит он будет начнет с 20 лет, если человек начинает работать. Но учеба во всех вузах приравнивается или зачитывается в стаж. Это первое. Второе, даже там, где зачитывается, далеко не всегда молодые люди заканчивают вуз в 20 лет. И это будет по факту означать просто увеличение пенсионного возраста. Поэтому я просил бы вместе с коллегами подумать над тем, как вот этот нормативный стаж с 40 лет сократить как минимум до 30 лет. Нужно, чтобы люди понимали, что происходит, что предлагается. Вот смотрите, что происходит в европейских странах. В Португалии в очередной раз повышают пенсионный возраст. На этот раз до 66 лет. И в большинстве европейских стран нет разницы по срокам выхода на пенсию для мужчин и для женщин. Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать. Но нам нужно искать… Потому что у нас и продолжительность жизни поменьше, чем в Европе, мягко говоря. Но нам нужно предлагать всё, тем не менее, ясные и понятные варианты решения проблемы. А проблемы-то существуют. Наши коллеги из так называемого либерального экспертного сообщества, мы знаем, что предлагают. Они говорят, вам без этого не обойтись всё равно без повышения пенсионного возраста. И чем быстрее сделаете, тем лучше. Это острейшая социальная и экономическая проблема. Мы говорим, нет, не будем, считаем, что по-другому можем сделать. Как? Где решение? Можем ли мы? Готовы к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. И скажу, почему. Потому что, да, у нас растёт продолжительность жизни. Но всё-таки для мужчин это 65,5 лет. Ну что же это, значит, если мы 65 поставим в возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения. Это, значит, отработал в деревянный макинтош и поехал, что ли? Ну, это невозможно. Но, кстати, в тех странах, где пенсионный возраст увеличен, скажем, в подавляющем большинстве европейских стран, там примерно 65 выход на пенсию. Для мужчин и для женщин. Значит, там и продолжительность жизни другая. Там у нас вот женщины, у нас 77,5 уже, а там 81 и больше. И вот по мере увеличения продолжительности жизни, наверное, мы когда-то подойдём к решению этих вопросов, в том числе и по пенсионному возрасту. Но, во-первых, это нужно делать в открытом диалоге с обществом. Нужно, чтобы люди понимали, что происходит, понимали, чем это вызвано, к чему может привести бездействие и к чему может привести непринятие своевременное решение. Люди должны об этом знать, должны это понимать. Не так, как сейчас происходит с этими баллами. Первое. Уже там, или второе, третье. Дальше. У нас даже в советское время не было таких элементов, которыми сейчас наполнена наша пенсионная система. И которая её так делает очень такой неповоротливой и затратной. Но, повторяю ещё раз, да, и ещё один момент. Если какие-то и делать изменения по возрасту, то они не должны касаться тех, которые уже практически заработали свои пенсионные права. И вот люди предпенсионного возраста, людей предпенсионного возраста, это точно не должно касаться. Это должно быть мягкое вхождение в эту систему уже зрелых, но ещё достаточно молодых людей, которые будут понимать, что их ожидает через лет 10-15. И это должны быть отложенные решения. Но, повторяю ещё раз, это очень важно. Все эти вещи должны открыто обсуждаться и в конечном итоге быть принятыми обществом. Вот в таком режиме и нужно работать. Были произведены серьёзные изменения. В чём они заключаются и на чём сегодня основана пенсионная система? На трёх элементах. Первое – на стаже. Второе – на уровне заработной платы до выхода на пенсию. И третье – на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию и обратился за оформлением своих пенсионных прав. Вот эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы будем руководствоваться этими фундаментальными базовыми основаниями для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему. Планка выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы прошлого века. И когда 55 для женщин и 60 лет для мужчин создавалось, тогда и продолжительность жизни была примерно такой же, как это ни странно. Но примерно. Сейчас все европейские страны, все страны, которые нас окружают, включали Беларусь и Казахстан, все, и на Украине то же самое, все уже приняли решение о повышении пенсионного возраста. Не сделали этого только мы. О чем говорят сторонники повышения пенсионного возраста? Они говорят о том, что если этого не сделать, то с учетом увеличения продолжительности жизни количество работающих будет сокращаться, а количество людей, вышедших на пенсию, будет увеличиваться. И это не даст возможности нам сбалансировать пенсионную систему. Это совсем не значит, что государство не будет в состоянии выплачивать пенсию. Оно будет в состоянии выплачивать пенсию. Там не возникнет катастрофической ситуации, при которой выплаты прекратятся. Но доходы пенсионеров будут заморожены и с учетом инфляции будут сокращаться. Но есть и те, которые предупреждают о том, что есть проблемы в случае повышения пенсионного возраста. Повторяю еще раз, хочу это подчеркнуть. Никакого окончательного решения не принято. И уже еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Такие решения не могут приниматься кулуарно даже на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в парламенте. Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию. Я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Вот на что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, это повышение доходов пенсионеров. Причем значительное повышение их доходов. Правительство в самое ближайшее время, и это нужно будет обеспечить. Безусловно. Потому что за этим и решение другой важной задачи, это уменьшение количества людей в два раза, которые живут за чертой бедности. Так вот, какие меры будут предложены правительству в ближайшее время для этой ключевой задачи? Мы должны узнать в самое ближайшее время. Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем уже обсуждать и говорить о мерах, которые правительствам предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть, ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения – это повышение, значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров.